ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Добро пожаловать в Дурное влияние! Как вы можете видеть, у нас есть несколько друзей на нашей рождественской вечеринке. Плохая новость в том, что, к сожалению, это последнее плохое влияние в нынешней серии. Хорошая новость в том, что мы смотрим на все хорошее, что выйдет в новом году, в том числе на одну из первых трех дел в стране. Это та консоль, которая собирается завоевать весь мир? Наш главный обзор. Супер Империя наносит ответный удар по ловушкам. И Z-Ride посещает будущее, где трехмерные телевидения и скрипки, которые звучат как целые орхестры, уже не за горами. Но, во-первых, взгляните на это. Это вступительная последовательность к новой бета-карте под названием Rise of the Robots. Вы управляете киборгом, которого отправили в исследовательскую лабораторию роботов, где, по-видимому, все роботы заразились жестоким вирусом и убивают всех людей. В наши дни создание такой игры, как Rise of the Robots, может быть больше похоже на создание фильма, чем на написание компьютерной программы. Они даже используют раскадровки в стиле фильмов. Например, вот раскадровка вступительной сцены, которую вы только что видели в восстании роботов. И там космический корабль входит в здание, а вот робот проходит сквозь свет. Игра начала свою жизнь около двух лет назад. Это набор идей, объединенных между художниками и программистами. А затем кто-то решил изложить все эти идеи на бумаге и придумал этот так называемый документ по дизайну. Это похоже на вашу инструкцию и еще кое-что. В ней есть вся информация по игре, все пути прохождения уровней, фотографии фона, фотографии некоторых роботов. Все это здесь. Но никто и близко не подходил к компьютеру до тех пор, пока художники наконец не начали проектировать главных героев. И они начинают свою жизнь вот так, просто как скелеты, каркасные модели. И если я изменю нашу точку зрения, вы, возможно, получите лучшее представление о том, что это такое. Все еще не очень ясно, не так ли? Все, что вам нужно сделать, это добавить немного текстуры к этой модели. Теперь вы можете видеть, что это робот с обезьяноподобной головой. Следующий этап, конечно же, анимация моделей. И для этого они используют программу, называемую ключевым фреймером. Модели изначально представлены коробками, так что вы можете быстро получить представление о том, как они будут двигаться. Самое интересное, что в этой последовательности художникам были сделаны только белые линии, начальный кадр и конечный кадр. А все черные линии были сделаны компьютером. Компьютер проделал все промежуточные ходы. И единственный раз, когда художнику пришлось подправить это, это здесь, где компьютер не совсем правильно определил положение модели. Двумя другими интересными фактами об игре были. Первый — это то, что фоны были разработаны профессиональным дизайнером интерьеров. А во-вторых, вы не можете просто нажимать на одни и те же старые кнопки снова и снова, чтобы выиграть, потому что компьютер вас раскусит. Видите ли, роботы-противники с компьютерным управлением будут как бы наблюдать за тем, как вы сражаетесь, и запоминать это. А затем они скорректируют свою тактику, чтобы прорвать вашу оборону. Хитрость. После всего этого последний элемент, который нужно добавить в игру. Это образец звуковых эффектов и музыки. И вот оно, два года работы, сокращенной до трех минут. Рождественские колокольчики, динь-дон, динь-дон. Рождественские колокольчики есть в моей песне. Привет праздничным поклонникам. Я смертельно взволнован, потому что готовлюсь к лучшей рождественской вечеринке в этом году. Привет! Все мои друзья придут, и колючие, и свекающие объятиями, и даже Энди Свайли тоже. Верно, у меня не так много времени, так что вот быстрый чит для супертенниса на СНЕС. Вы первые из всех выберите своего игрока, затем достаньте контроллер 2, и нажмите L5 раз, 1, 2, 3, 4, 5, и X, а затем R7 раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и наконец, снова зуб подождите, пока музыка смеется. И ваш игрок мгновенно станет первым сеянным игроком. Блестяще! А теперь первые из моих руководств по лучшему Рождеству. Как съесть шоколад с рождественской елки так, чтобы никто не узнал? Прежде всего, осторожно разверните шоколад, съешьте его, а затем снова заверните и повесьте на елку. Идеально. Так вот, почему он такой пятнистый. Наш главный обзор на этой неделе — Супер Империя наносит ответный удар по ловушкам, продолжение удивительно успешных прошлогодних войн Супер Сюрст. Новая игра представляет собой 12-мегабайтный картридж, с впечатляющей графикой седьмого режима. В ней 14 уровней, представляющих все лучшие фрагменты фильма. Вы даже сможете прилететь на тысячелетнем соколе через поле астероидов вместе с принцессой Леей рядом с вами. Как и в оригинальной игре, вы начинаете как Люкский Опер в комплекте со световым мечом, но на более поздних уровнях вы можете перейти на игруха на Соло или Чуй. Вот рука в морозильной камере. Берегитесь этих углей. Вам понадобится мастерство, мужество и вся сила, на которую вы способны. Это Алекс. Это серьезное улучшение по сравнению с Войнами Супер Звезд. Единственная проблема в том, что первая пара уровней немного тяжеловата, но при настойчива, потому что позже будет несколько замечательных моментов. Это мой любимый фрагмент из фильма. Я нахожусь на снежной скорости, и все, что мне нужно сделать, это отбить эти атаки. Если вы нажмете влево и вправо, то сможете выбросить ряд и обвести его вокруг ног нападающего, после чего вам придется развернуться. Эта графика превосходна. В ней используется седьмой режим, а звуки значительно улучшены по сравнению с первой игрой. Я сбил его с ног. Вот я и на уровне леса Дагоба. Я только что встретил Йоду, так что я заслужил силу. У меня есть масса разных способностей, но все, что мне сейчас нужно, — это возвышение. Это поможет мне взобраться на эту верхнюю платформу. Есть еще множество сил, в том числе исцеление, которое помогает вам, когда у вас немного мало энергии, и невидимость, которая действительно помогает, когда вы сражаетесь с Дартом Вейдером в конце. Эта игра почти идеальна. Я просто не могу перестать играть в нее, пока не закончу. Она великолепна. Это фантастика. Это лучшая переделка фильма, в который я когда-либо играла. Это масштабная игра с отличной графикой и геймплеем. Итак, окончательные оценки за Супер, Империя наносит ответ на удар как девочки, так и мальчики. Поставили ему высшие оценки 5 из 5. В своем заключительном отчете из Штатов-Зе Райт посетил медиалабораторию, входящую в состав Массачусетского технологического института в Бостоне, обычно называемую Массачусетским технологическим институтом. Это место, где будущее находится всего в нескольких минутах езды на поезде. Здравствуйте! Массачусетский технологический институт настолько знаменит, что у него есть посвященная ему собственная станция метро с действительно классными экспонатами прямо посреди трассы. Я здесь, чтобы посетить медиалабораторию, которая является частью института, где искусство и наука сочетаются. У меня такое чувство, что я собираюсь прогуляться по дикой стороне. Здесь, внизу, находится лаборатория голографии, где они работают над передовым достижением. Это несколько экспериментальных голографических анимаций. Очень немногие люди в мире когда-либо видели подобные движущиеся голограммы. Они сделаны с использованием трех лучей лазерного света — красного, синего и зеленого. Для вычисления огромного объема информации в этом кубическом изображении необходим один из самых больших компьютеров в мире. И, используя эти элементы управления, я могу перемещать его в интерактивном режиме. Мы надеемся, что находимся в том же возрасте, что и телевизионный дисплей в 1930-х годах. И поэтому в ближайшие 50 лет мы сможем продемонстрировать некоторые значительные улучшения в голографических дисплеях. На семинаре по визуальному языку студенты работают над программным обеспечением, которое может переключать внимание зрителя с одного предмета на другой. Они могут делать интересные вещи со слоями текста и даже играть с ним. На этой карте, которая выглядит очень запутанной со всей отображаемой информацией, они могут сместить фокус, чтобы просто выделить одну или две функции. Это программное обеспечение также можно использовать в анимации, эффекта которого в противном случае было бы трудно достичь. Эти маленькие коробочки являются продуктом другой части программного обеспечения, называемый видеостример, и это представляет собой фрагмент фильма. Потому что я люблю отправлять личные сообщения. Методика была создана профессором Глорианой Девимор. Здесь все клипы фильма, снятые для фильма, могут быть легко отобраны и отредактированы вместе, как движущаяся картотека. Просто выберите любой фрагмент фильма в стримере, и он будет воспроизводиться кадр за кадром в нижней части экрана. Вы можете включить саундтрек, чтобы получить точный монтаж. Это действительно быстрый и гибкий способ редактирования истории. Прямо по коридору они вытворяют какие-то странные вещи с музыкой. Очень быстро смените смычок и сделайте небольшой дремл. Это гиперскрипка, изобретенная профессором Тоддом Маккавером. Компьютер уже знает музыкальное произведение, поэтому смычок действует как дирижерская палочка. Поэтому мы хотим измерить множество факторов в том, как вы играете, насколько громко и насколько тихо. Компьютер знает, что воспроизводится, благодаря специальным передатчикам, встроенным в каждый конец смычка и соединенным металлической полосой. Их сигнал улавливается приемником, встроенным в скрипку. Затем компьютер может точно отобразить положение смычка и вывести визуальные данные на этот монитор. Гиперскрипка предназначена для использования только музыкантами-виртуозами. Здешняя команда также разработала барабанщика, использующего клавиатуру, оснащенную собственным компьютером. Йоу, я думаю, это могло бы начать совершенно новую карьеру. Поздравляю вас с Рождеством. С любовью, Спайки. Это здорово. Пи-эс. Я не смогу прийти на вечеринку. Я должен что-то сделать. О, ну хорошо. Еще больше торта для всех остальных. Теперь время для второй части моего путеводителя по лучшему Рождеству. Ваши подарки, скорее всего, будут спрятаны в шкафу номер один, в комнате для гостей, и номер два, в картонной коробке под кроватью вашей мамы, или номер три, в комоде рядом с входной дверью. Верно, это рождественский чит для мегамании на Мегадрайв. На экране пароля просто введите джуал с лотакс, и когда вы начнете играть, вы получите секретную скрытую игру, похожую на классическую аркадную игру листовой. Блестяще. О, извините меня. Да, это так. О, теперь это еще одна рождественская открытка. Привет. О, это от кадуса и флэш. Мы тоже должны что-то сделать. О, ну что же. Тогда остались только я, Энди и Вайлет. Я не пойду на вечеринку к нам, а вы? Нет, я собираюсь остаться дома и покрасить волосы в забавный цвет. Это то, что у нее уже было. Поскольку это последняя серия в данной серии, мы решили посвятить весь рассел новостей предварительного просмотра тому, чтобы показать вам все, что будет происходить в новом году. Но можем ли мы уложиться в это время? Поехали. Ни одна игра раундап не будет полностью посвящена тому, чтобы избить их. Помимо Rise of the Robots, еще одна крупная игра, которая выйдет в следующем году, это вечные чемпионы на Мега-Драйв. Он нацелен на улучшение Street Fighter 2. Он должен выйти весной. И в нем представлены величайшие бойцы всех времен, собравшиеся вместе на один последний грандиозный турнир. В следующем году стрелялки будут быстрее ярче. Это наш третий тип в силках. Никаких призов наугадываниях, к чему это продолжение. Все оружие было усилено, чтобы включить в изобилие лазерные взрывы, дистанционные роботизированные пушечные модули и выбор из трех различных дроидных бластеров в начале. Инферно на ПК Омега-1200. Это не просто очередная перестрелка. Это еще и масштабная космическая одиссея. Вам предстоит пронестись по всей Солнечной системе, сражаясь за выживание против более чем 300 тяжелобронированных кораблей смерти. Grand Zero Texas на Мега-CD – хороший пример того, как игры и фильмы становятся все ближе и ближе друг к другу. В нем представлены кадры стоимостью 3 миллионов долларов, снятые исключительно две игры. Вы играете за агента под прикрытием последующего страны и исчезновения в маленьком техасском графе. И не успеете вы оглянуться, как окажетесь сражающимся с полномасштабным вторжением инопланетян. Продукты игры считают, что это лучшая игра на Мега-CD, когда ее существовавшие. Но тогда они бы так и поступили, не так ли? Перейдем к приключенческим играм. Это потрясающая игра Alone in the Dark 2, которая, наконец, поступит в магазины в январе. Она доступна только на ПК, но тогда ей понадобится все, что может получить Перек, чтобы создать невероятную графику. Как и прежде, вы можете наблюдать за действием с разных ракурсов, и вам придется справляться со всевозможными хитроумными головоломками, ловушками и поворотами сюжета. Еще одно эпическое приключение на ПК – Каменная крепость с тремя персонажами в главных ролях и фоном в 14 различных локациях. Как и во многих из этих больших игр в наши дни, здесь есть оцифрованные видеоматериалы. И, наконец, в разделе приключений есть юный Мерлин для СНЕС. В нем 10 ягнят, множество анимаций и оцифрованной речи. Сюжет – это обычные вещи. Мерлин должен перехитрить королевскую армию и сразиться с разными злыми чудаками, бла-бла-бла. Вперед, 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 времена поджимают. Следующий раздел – СИМС, а это удивительный космический симулятор звездных войн нападения по Старте. Графика действительно похожа на фильм, и персонажи даже разговаривают с вами, когда вы взрываете ходячих и сражаетесь со звездными разрушителями, чтобы отразить наступление Империи Зла. Сейчас она вышла на компакт диски для ПК, а в следующем году выйдет на Мега-СИМ. Это симулятор пинбола. Это месть дракона за Мега-Драйв. Продолжение превосходной игры «Ярость дракона». В ней большие столы, больше музыки, и она выйдет в январе. Эти часы превосходны не потому, что по ним можно определить время, а потому, что это еще и крошечный пульт дистанционного управления телевизором и видео. Так что вы можете выключать телевизоры людей. Вы можете красться украдкой, просто говоря, «Ой, извините за это! Ой, извините за это!» И тогда вы не потеряете его за спинкой дивана, когда придет время включиться из-за плохого влияния. После этого краткого перерыва для поклонников гаджетов взгляните на гонки рок-н-ролла на СНЕС. Помимо того, что это быстрая и яростная, стреляющая лазерами, пронзающая пулями шоссейная гонка, в ней есть несколько отличных рок-н-ролльных треков от таких групп, как Black Sabbath и Штепан Вольф. То же самое относится и к платформерам. Этот обалденный дуэт Толджем и Эрл возвращаются за очередным приключением на Мега-Драйв. В этой второй игре они охотятся на безбилетных землян на планете Функатрон. Книга джунглей тоже на Мега-Драйв. Должна была появиться в магазинах к Рождеству, но из-за проблем с программированием она выйдет только в июне. Это ранняя версия, но, похоже, она того стоит. Боюсь, это все, на что у нас есть время. А теперь несколько обзоров игры этой недели. Майкроу Машин стала хитом номер один на Мега-Драйв. Теперь она вышла в четырех новых форматах. Мега, на которую вы сейчас смотрите, PC, Master System и Game Gear. В дурацком миниатюрном мире Мега-Машин-Гонки проходят на столах для завтрака, в песчаных карьерах и даже в бане. Так что давайте сделаем это хорошей чистой гонкой. Вот Аманда с версией Game Gear. Я играла в эту игру на одной из систем, но я думаю, что она лучше работает на игровом оборудовании, вероятно, потому что такое ощущение, что у вас рухи колесо. Здесь вы выбираете персонажей. У каждого персонажа разная индивидуальность и разные водительские способности. Я выбираю рука, я думаю, что он действительно жесток. На каждом уровне есть своя машина. Здесь я в порции, я на рабочем столе. На рабочем столе очень тяжело, потому что там нет ранее. Вы можете упасть или сбить людей с ног, но я только что сама упала. Так что машина не очень трудно управлять, так что уровень действительно очень сложный. Но графика отличная для игрового оборудования. Просто посмотрите на детали в зернистости дерева. Есть вариант для двух игроков, в котором вы играете только на одном игровом оборудовании, что определенно удобно. Я использую кнопки, а Алекс использует дипэт. Идея игры состоит в том, чтобы убежать от другого игрока, а затем, если этот человек, получит бонус. Если у вас есть игровое снаряжение, вам обязательно стоит приобрести это. Это великолепное развлечение. Отличная игра, особенно в режиме двух игр. Хотя это зависит от того, нужно ли вам сидеть близко к ней. Сначала я нахожу эту игру довольно сложной в управлении, но в нее очень легко играть, как только вы освоитесь. А оценки за микромашины, как мальчики, так и девочки, дали ему оценку выше среднего на 4 балла из 5. Познакомьтесь с киберпанками. Три маленьких парня со смешными стрижками были звездами новой игры Амиго. Это знакомый сюжет. Злодеи снова захватили вселенную, и вы должны навести порядок, стреляя во множество вещей. Вот лейкиш. На эту игру было потрачено много времени и усилий, но продюсеры забыли добавить одну вещь — игровой процесс. Цель этой игры — найти ключи и диски, которые позволяют вам заходить в компьютерные терминалы и открывать карты местности. Персонажи довольно милые, а графика в порядке. Но проблема игры в том, что вам кажется, что это довольно трудоемкая задача. Она вам не нравится, в ней нет особого азарта. Это не самая худшая игра в мире, просто она вам упомрачительно скучная. Мне нравятся прически, но больше мне в них ничего не нравится. Заурядная платформенная игра, игровой процесс просто недостаточно разнообразен. А что касается оценок за киберпанков, то и девочки и мальчики дали ему скучные две оценки из пяти. А теперь взглянем на то, что, по мнению некоторых людей, будет будущим игровых консолей 3D. Если вы не знакомы с системой, то эта машина на базе компакт-диска. Она будет воспроизводить компакт-диски с фотографиями, музыкальные компакт-диски, и скоро вы тоже сможете получать фильмы на компакт-дисках. Но она действительно поражает воображение людей, как сложная игровая консоль. Недавно она была запущена в Америке, где к ней прилагается игручная игра под названием «Crash and Burn». Вы выбираете между шестью опасными воскресными гонщиками и участвуете в гонках по очень подробным трассам с текстовой картой. Есть выбор оружия, брони и гаджетов, которые помогут вам участвовать в гонке, а также в игре есть отличные видеоматериалы и речевые эффекты. На данный момент было очень мало законченных игр, но вот беглый взгляд на пару, которыми нам удалось заполучить. Пришло время познакомиться с вашим хозяином, Твинком Фристалла. Этот называется «Твистит». Это необычная идея для игры. Вы присоединяетесь к Твинков, изделяя его гламурной помощницы Хане в одном из самых блестящих игровых шоу Горливуда. Вам противостоят шесть других странных участников, и вас ждут тысячи сложных испытаний. Наденьте свою мыслительную шапочку, дети. Всем привет! Добро пожаловать на футбол Джона Мэддина. Футбол Джона Мэддина был переоборудован из Мега Драйв и в полной мере использует возможности 3D. Оцифрованные игроки со стадионов, комментарии по мячу и советы от самого великого человека. Система должна быть запущена в этой стране на следующий день. Вероятно, она будет стоить около 500 фунтов стерлингов, что много для игровых консолей. Но производители надеются, что вы купите это вместо того, чтобы покупать компакт-диск с фотографиями и проигрывать компакт-диск. Мы отчитаемся о проделанной работе в следующем году. Энди и Вайлет явно немного задержались. Тем не менее, еще есть время провернуть еще один обман, прежде чем сарай заполнится веселыми и веселящимися чуваками. Это для Лунатика на Амеге. Теперь в начале игры, когда Ральф и Ли пробегают по логотипу Лунатика, ведите Динго Динг, Данг Мой Данга Лонг Линг Лонг, и ноты станут зелеными. Тогда в любой момент игры вы можете нажать кнопку возврата и пропустить уровень. Вот заключительная часть моего руководства по лучшему Рождеству. В канун Рождества всегда чертовски трудно заснуть, так что это трюк, который иногда срабатывает. Поехали! Абалтируем. А теперь спать. Не пытайтесь делать это дома. Вьетнам прошел специальную подготовку. Если вы хотите прочитать взрыв данных, включите свой видеомагнитофон прямо сейчас. Конкурс на прошлой неделе состоял в том, чтобы выиграть только в Дисне Катронигоми, и вопрос конкурса состоял в том, что означает риск, как в фишке риска, которая находится внутри тройки Диа. Занявшие второе место, мы получим футболки с плохим влиянием. Ваши имена сейчас мелькают по экрану. Молодцы. Ответом был уменьшенный набор инструкций чипа. И победитель Гаррет Уильямс из Хемилла Хемстера. Молодец. Это последнее шоу, так что конкуренции нет. Если бы три двойки, только мы могли бы остаться подольше. Но это серия Нинтендо. Но я собираюсь снять еще одну серию. И вы это сделаете, но не раньше в тени. До тех пор мы должны заняться сибой. До свидания. Тогда хорошо. Татари. Рад вас видеть. До свидания. Счастливого Рождества, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова